На праздниках, да? А к чему мы вообще начали говорить о праздниках? Не, а зачем мы вообще начали говорить о праздниках? То есть предыдущая цепочка размышлений. Ну вот это понятно. А вы видите какую-то связь с предыдущими местами Писания и идеями, которые мы освещали? То есть мы вообще, если помните, говорили о... Там был момент такой, что Израиль что-то знал, значит, о времени посещения. А когда это время пришло, не узнал. Точнее, Иерусалим. И как вы думаете, каким образом вот это место связано с праздниками? Есть идеи? То есть на свидание пришли, но его не узнали. Но он говорит, он не говорит, не узнали меня. Он говорит, не узнали времени посещения. То есть вот интересный момент, если вы обратите внимание, значение слова в греческом, вот, времени, значит, и значение слова моэд, они очень близки вообще по сути, по значению. Значит, и мы говорили вчера, что праздники Господни, значит, ну, во-первых, это праздники, которые празднует сам Господь, значит, они, во-первых, являются историческими памятниками для того, чтобы Израиль помнил, что Бог сделал в жизни Израиля. Правильно. Значит, они являются свиданием, ну, то есть памятники, это то, что о прошлом говорит, они являются свиданием на данный момент времени, для настоящего. Но также они являются определенными пророчествами, значит, для будущих времен. Значит, давайте попробуем просто понять, ну, увидеть, мы же все-таки верующие Нового Завета, да, Писание говорит, что у нас есть ум Христов. И благодаря Духу Святому, которого мы имеем, который дарован нам как залог, значит, мы, в принципе, можем понять какие-то вещи, которые нам показывают, нам даны в Танахе, как образы, да, для нас, достигших последних дней. Кстати, кто верит, что мы живем в последние дни? Говорят нам, или написано? Последнее время. Сколько раз повторяется эта фраза в Новом Завете? Последнее время. Из того познаем мы, что последнее время. Да. Так вот, о чем и речь, если они говорили, что последнее время. Я прошу прощения, давайте мы вспомним про руку и микрофон. Я к тому, что в Библии написано о том, что в последнее время будет у человека выбор взять чип на руку, да, ну, как бы, образно говоря, чип, мы не знаем, что это будет. Но за всю историю человечества, насколько я это знаю, не было разговоров о чипах вообще. То есть раньше было и войны были, и голод, и так дальше, но сейчас технологии уже настолько развиты, что уже говорят о чипах в Америке и так дальше. Поэтому я думаю, что у нас еще больше шансов попасть в это время. То есть увидеть это. Я прошу прощения, а что, в Библии написано чип? Нет, но я говорю, что-то знак на руке. Знак на руке. Да, который будет, без которого мы не сможем что-то покупать, продавать, как бы быть социальной личностью такой. И чипы, которые, как бы, о которых говорят сейчас, что это же так удобно, там, всю информацию иметь в руке, например, там, да, там, ты там кнопочку нажал, купил что-то, продал, у тебя вся информация на тебе. То есть, как бы, как хорошее представляется людям, но очень похоже на то, о чем говорится в Библии, что мы не сможем быть, как бы, социальной личностью, не сможем покупать, продавать, как бы. То есть, очень похоже, слишком уж похоже. Я думаю, что... Я в Кишиневе уже был верующим, значит, и там назначили мне встречу в одном ночном клубе. Ну, не ночью, а вечером. Значит, я пришел, значит, ну, естественно, за вход там оплатили. Значит, мы вошли туда, поговорили, пообщались. Надо было выйти, там, встретить человека еще одного на улице. Когда выходим, нам говорят, надо, ну, давайте руку. Зачем? Ну, печать надо поставить. То есть, ну, просто делают какими-то чернилами, которые в ультрафиолете светятся. То есть, это знак того, что человек заплатил. Он вышел, потом раз, показал руку, засветил эту печать, может зайти. И вот ты бы приняла такую печать? Ну, она временная или как там говорилось? Или я теперь уже не знаю, да, вдруг навсегда? Не, ну, сейчас у меня этой печати нет. Не, ну, если она ультрафиолетом, может, она какая-то невидимая? Ну, она невидимая, она проявляется только в ультрафиолете. Я думаю, что я бы приняла. Потому что, если бы это была бы та печать, о которой говорится в Библии, что она вот так изолирует человека, это общество, и, ну, именно знак, о котором говорится в Библии, то это не было бы в каком-то одном ночном клубе. Об этом бы говорили бы громко, и начиная с каких-то серьезных государств и уже так распространяя по всему миру. Знаете, у меня есть некоторая интерпретация вот этого вот местописания. Она несколько расходится с тем, что ты сейчас сказала, и эта интерпретация еще более страшная. Значит, смотрите. Господь заповедал своему народу, Израилю, делать повязку на глаза и на лоб, ой, на руку и на лоб, или на чело. Да? Что это означает? Означает ли это, что мы фактически должны делать? То есть иудеи раввинистического направления, они до сих пор это делают, как традиция. В принципе, ничего плохого в этой традиции нет. Если человек осознает истинное значение вот этого образа, что означает этот образ? Можно микрофон и руку, я вас умоляю. Давайте будем цивилизованными верующими. Я извиняюсь. Но насколько я понимаю, эти повязки, они как бы символизировали именно защиту. Понимаете? Вот именно Господь над ними. Вы знаете, из чего состояла вот эта вот перевес? Это была, значит, веревка кожаная, но там же была коробочка, в которую были вложены записанные места писания. Да. Ну, то есть заповеди. Есть достаточно много мест, которые говорят о том, что человек должен одеться в заповеди, опоясать себя заповедями, ходить в заповедях. Что это значит? Ну, то есть писание толкует саму себя. Микрофон, пожалуйста. Может быть, это просто способ мышления? И вообще способ жизни в итоге? Ну, то есть мы сейчас говорим о значении. О значении этого символа, да? О значении символа на руку намотать, это значит, что все, что я буду делать, ну, по сути, рукой своей, я буду делать вместе с, ну, учитывая вот все вот эти заповеди на лбу. То есть именно заповеди управляют нашими мышлениями, нашими действиями, да? Замечательно. Мне нравится это, потому что это совпадает с моим мнением и с тем, что я увидел в Писании. Образ мыслей и образ действий. Смотрите. Чем характеризуется личность? Образом мыслей и образом действий. Когда мы хотим узнать какого-то человека поближе, мы стараемся узнать, как он думает о тех или иных вещах, о тех или иных явлениях, о тех или иных людях. И мы стараемся замечать, как он поступает, насколько его слова соответствуют его мыслям, да? Да? Так? Ну, то есть, если человек нам не безразличен, нам в первую очередь не безразлично, как он мыслит и как он поступает. Значит, и тут смотрите тоже на руку и начало начертание. Я когда-то исследовал вопрос вообще начертания или повязок, или знаков вот в Писании, и увидел, что в принципе все люди на Земле рано или поздно получают в жизни вот это вот начертание. Но вопрос в том, от кого они получают. Кто-то от Бога, а кто-то от зверя. Значит, теперь смотрите. Значит, начертание на руку или на чело – это вот действительно образ мысли и образ действий. Значит, наносится это начертание не вот буквально там печатью какой-то или вживлением какого-то чипа. Человека воспитываешь, и он принимает тот образ мысли и действий, который в него вкладывают родители и учителя. И он начинает думать и поступать в соответствии с тем, как был научен. Значит, и теперь смотрите, там как сказано, что тот, кто примет это начертание, не сможет ни покупать, ни продавать. Давайте мы вспомним интересное порочество о царе Тирском, которое традиционно относится к сатану. Значит, там сказано «от избытка торговли твоей». Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, на небесах, где все совершенно, где в принципе никто ни в чем не нуждается. Какая-то торговля. Кто чем торговал? Ты ходил среди огнистых камней в саду Эдемском. Был совершенством. Но это потом. Потому что от избытка торговли над милосердце твое. В чем вообще суть торговли как таковой? Вот какую цель ставит перед собой человек, который решил вдруг заняться торговлей, куплей-продажей? Вообще, я сейчас о принципах. Прибыль, да? Его интересует прибыль. Скажите, пожалуйста, человеку, у которого есть все. Его прибыль интересует? У тебя есть все. Представь, у тебя есть все деньги этого мира. Ты можешь купить себе все, что ты хочешь. Ты станешь заниматься торговлей? То есть, идея в том, что человеку или существу, у которого есть все, в принципе, торговля не нужна. Ему не нужна прибыль, потому что у него есть все. Человек, который испытывает недостаток в чем-то, вот он начинает там искать способов заработать, да? Торговля один из способов. Значит, и когда человек торгует, он сопоставляет, вот это ему выгодно, это невыгодно. Значит, теперь смотрите, сатан, находясь, в принципе, в совершенном, в идеальном для себя положении, состоянии, значит, по какой-то причине решил, что ему невыгодно занимать это место. Есть место более выгодное, более привлекательное. это встать выше Бога. Он говорит, поставлю выше звезд престол свой. Понимаете, о чем идет речь? То есть, он решил, что ему невыгодно быть тем, кто он есть, ему выгодно будет стать подобным Богу или выше Бога. Вот суть его торговли. Значит, теперь переходим к человеку, который принял начертание от зверя, да? Значит, точнее, к тем, кто не принял. То есть, человек, который не принимает этого начертания, он не торгуется, он не задается вопросом, выгодно мне служить Богу или невыгодно. Он просто служит, потому что он сын. А те, которые принимают начертания, соответственно, торгуются так, как торгуются их отец. Они считают, что им невыгодно быть детьми Божьими. И поэтому они отвергают Божью благодать, Божью любовь, взаимоотношения с Богом и самого Бога и идут вслед своего отца, дьявола. Ну, то есть, это мое соображение. И начертание это вот сугубо духовное. Хотя вполне возможно, что оно будет, конечно, выраженное в каком-то материальном проявлении. Как бы вполне возможно, что действительно какие-то чипы будут. Ну, опять же, это может быть связано с каким-то естественным ходом событий. Я, например, смотрел ролик интересный о том, что, в принципе, Никола Тесла разработал способ добывания энергии из окружающей среды. Благодаря этому можно создавать устройства, которые не нуждаются ни в батарейках, ни в топливе, ни в чем. Просто устанавливается на это устройство генератор, который извлекает энергию из окружающей среды. И где бы он ни был, где бы он ни находился, он всегда имеет энергию. Потому что пока он находится в пространственно-временном континууме, он имеет энергию, черпаемую из окружающего пространства. И, в принципе, этот источник энергии известен давно, но исследования в этой сфере были закрыты. Понятие эфира из науки было уничтожено, полностью стерто, для того, чтобы никто не занимался исследованиями в этой области. Почему это сделано? Потому что якобы миром управляют люди, которые имеют свое богатство благодаря естественным природным ресурсам, как-то нефть, газ и уголь. И, скажем, учитывать потребление нефти, газа и угля возможно, и поэтому потребители платят за это дело. А учитывать вот эту энергию потребляемую невозможно. Но сейчас уже давно разрабатывается системы учета, как то, ну вот представь себе, ты бы захотела смартфон, который никогда не надо заряжать. Значит, тебе говорят, ты будешь получать энергию из окружающего пространства. Но, скажем, мы же должны как-то учитывать. Поэтому мы тебе вживляем чип, значит, для того, чтобы он коммутировал со всеми твоими устройствами, которые подключены к этому, скажем. То есть не надо платить, ты поступаешь, получаешь доступ к новой, продвинутой технологии. Но цена за это чип, понимаешь? И как бы, ты же не возражаешь против того, что у тебя в квартире стоит электросчетчик, газовый счетчик, водный счетчик. Не возражаешь? Ну так вот тебе скажут, это просто устройство, это счетчик. Понимаешь? Походу, понимаешь, походу, как бы, оно, естественно, будет содержать твои данные. Походу, благодаря этому чипу, естественно, можно будет проследить твое пребывание, ну, то есть, местонахождение, то есть, помимо того, что это устройство будет обладать функциями счетчика, оно будет обладать еще кучей скрытых свойств для того, чтобы контролировать тебя, а возможно, еще и управлять тобой, твоим сознанием, понимаешь? Потому что, ну, как бы, ну, куча уже информации по поводу того, что личностью можно управлять посредством подобного плана чипов. Захочешь продвинутую технологию? Примешь чип. Причем, интересно, что, скажем, это может быть настолько завернуто, закручено, что вот только действительно дети Божьи будут понимать, что, в принципе, ну, им это 300 лет не нужно. как бы, вот скажи, у тебя смартфон или телефон? Смартфон, да? Тебе он для чего? Ты пользуешься им только как телефоном, да? Вот теперь смотри, в принципе, если бы тебе нужен был просто телефон, ты бы довольствовалась, бы там, какой-нибудь балалайкой за 200 гривен. Ты захотела себе смартфон, потому что это круто. Качество чего? Зачем тебе изображение, когда ты говоришь с Женей по телефону? Ну, ты же понимаешь, что книги можно читать и живьем, и на компьютере. То есть, нам удобно, да? То есть, в погоне за комфортом мы обращаемся к новым технологиям. Вот и все. Ну, то есть, как бы, получается, что мы хотим больше, чем нам нужно, по большому счету. Потому что, вот для тех функций, которые вот ты используешь, достаточно обычного, простенького телефона, причем он более надежен. Кстати говоря, многие серьезные бизнесмены в последнее время, ну, в обязательном порядке себе имеют обычные телефоны, обычные телефоны, простые, в которых нет подключения к интернету. В одной простой причине, чтобы их не могли отследить хотя бы по этой линии. Как бы, и там какие-то данные заполучить. Ну, то есть, по такому телефону сложнее, на самом деле, отслеживать человека и шпионить за ним, чем вот со смартфоном. А смартфон, это, пожалуйста, открытые двери в твою личную жизнь. Более того, многие, вот те, кто пользуется социальными сетями, сами выкладывают из себя всю информацию, которая где-то складывается. И, знаете, если человек тише воды ниже травы, то его это никогда не коснется. А только вот он начнет выступать немножечко против системы, эту информацию тут же можно будет использовать против человека. Ну, как бы это мы немножко отдалились от темы. То есть, на самом деле, мы действительно живем последнее время. Значит, и вот смотрите, для того, чтобы понимать, в какое время мы живем, нам необходимо изучать пророчества. Вот Израиль имел полноту откровения о грядущем Мессии. Евреи того времени знали, что вот оно, пришло время Мессии. Они ждали, некоторые даже искали. И те, кто искали, нашли. Помните, в Евангелиях сказано, что один ученик, будущий ученик пришел к другому будущему ученику, говорит, слушай, идем посмотрим, по-моему, вот это Мессия, которого мы искали. То есть, нашли. Понимаете? А были люди, были израильтяне, которые не искали, которые не задумывались. И, встретившись лицом к лицу, не узнали. Так вот, для того, чтобы нам не попасть в просаг, нам было бы полезно изучать. Причем, смотрите, значит, вот праздники Господни, это один из, один из ярких таких вот образов, данных нам в Танахе, для того, чтобы мы понимали, что происходит будет в этом мире и в какой фазе мы находимся. потому что, если вот мы пойдем по праздникам, значит, шаббат, во-первых, он символизирует, ну, он указывает на то, что Бог есть творец мира, значит, он также является свидетельством или знамением того, что человек в завете с Богом, значит, также шаббат пророчески указывает на тот грядущий покой, в который предстоит нам войти в Ишуа и успокоиться от всех дел своих, как и Господь успокоился от своих. Значит, Песах в прошлом это исход из Египта, на данный момент это исход из рабства, греха и смерти, и в будущем это полное освобождение от сил этого мира, при том, что мир будет продолжать существовать, то есть, вот, кстати, тоже интересный момент, христианская традиция делает акцент на том, что мир будет уничтожен, все сгорит, да, еврейская традиция акцент делает на то, что этот мир будет исправлен, трансформирован и обновлен. Вот вопрос, как вы думаете, чья точка зрения более верна, более соответствует Писанию? Я когда-то интересу ради попытался свести воедино понятие новое небо, новая земля, значит, если вы знаете, во-первых, в иврите вот фраза, да, вот, все творю, все новое, да, эта фраза используется и в Танахе и в Новом Завете в книге Откровений. Значит, так вот, слово творю в иврите, оно, ну, скажем, я уже говорил, есть несколько слов, которые может, можно перевести на русский как творю, но на самом деле это слова совершенно разные, то есть, есть творить, то есть, создать, ну, сотворить что-то принципиально новое, чего никогда не было, значит, есть созидать, это когда трансформируется уже имеющееся, уже существующее творение, и есть еще один глагол, который, ну, для сравнения, бог Адама слепил, а женщину сконструировал, но в синодальном переводе мы видим одно и то же слово, создал и создал, а в оригинале совершенно разные слова, и слепить это одно, а создать или сконструировать это совершенно другой уровень, понимаете, о чем я говорю, значит, ну, это указывает просто на то, что женщина более сложно устроена, чем мужчина, значит, в определенном смысле, и вот фраза «се творю все новое», вот слово «творю» было интересно мне рассмотреть, как оно звучит в Ветхом Завете, как оно звучит в Новом Завете, значит, ну, то есть, точнее, меня интересовало, вот, он творит или он созидает новое, значит, потом опять же, в греческом языке слово «новое», оно тоже вот похоже, как бы, вот есть такая параллельная пара, на русский язык два совершенно разных слова переводятся как «новое», назначения у них абсолютно разные, есть одно слово, которое переводится «новое» как «обновленная версия», а есть «новое» как принципиально «новое», вот именно как «сотворенное», понимаете, и я сейчас вот не помню точно подробностей, короче, в результате я пришел, ну, сравнил место там и место там и пришел к абсурдному выводу, получалось, что Бог созидает, то есть трансформирует, скажем так, но трансформирует так, что получается такое новое, которого никогда не было, как будто он творит, понимаете, то есть получается нестыковка вот этих вот понятий, я начал размышлять над этим, ведь писание, как бы, оно вполне адекватное, я пришел к такому выводу, что, ну, он действительно, смотрите, многие думают, что вешуа мы восстанавливаемся и становимся такими, каким был Адам до грехопадения, так? Ну, то есть, Адам был безгрешен, совершенен, да, и мы восстанавливаемся, вот становимся такими, как Адам, то есть, грубо говоря, вот пленка кинофильма откручивается обратно, да, отматывается, значит, на самом деле мы не становимся такими, как Адам, потому что Адам был сотворен, а мы рождены, понимаете, и это принципиально новый уровень творения, то есть, мы вешуа мессии новая тварь, такая новая, которой еще никогда не было, понимаете, но мы не сотворены, мы рождены, мы не сотворены и не созданы, как бы, и вот тот мир, который, то есть, мы проходим определенную трансформацию Божьим Духом, и мы уже не те, которые были, но мы как личности не умирали, понимаете, о чем я говорю, значит, и вот этот мир, он точно так же пройдет через очистительный огонь, и вот вся его греховная сущность, вот эта падшая, она действительно будет уничтожена, точно так же, как умирает наша плоть, когда мы ее распинаем, понимаете, значит, и когда мы распинаем свою плоть, действительно, мы как новое творение, которыми мы никогда и не были, даже как Адам, потому что Адам, ну, это мое личное мнение, Адам не мог не согрешить, то есть, как бы, возможность от Бога была, но он ею не воспользовался, потому что была такова его природа, это природотворение, значит, но когда мы рождены, мы уже не можем согрешать, ну, грешить, то есть, ну, это уже принципиально другая сущность, понимаете, и вот весь мир пройдет точно так же, вот эту вот трансформацию, как и человек проходит эту трансформацию, и выйдет на совершенно новый уровень существования, и человек выходит на совершенно новый уровень существования, потому что, смотрите, Ишуа, он назван последним Адамом, да, значит, интересно, почему Писание, вот, связывает Ишуа, который пришел с небес, с Адамом, который был сотворен, тут просто можно увидеть интересную цепочку, смотрите, Адам был сотворен из неодухотворенной материи, пыль, прах, пепел, ничто, значит, и интересно, что вот Павел как раз об этом и говорит, когда говорит, что первый человек перстный, а второй небесный, Господь с неба, да, значит, синодальный перевод не передает всех тонкостей создания Адама, потому что там реально в оригинале написано и создал Господь человека перстного из земли, материал, из которого он сделал, это Адама, это земля, глина, да, но его суть, то есть первый человек, он был перстный, персть, это пыль, прах, пепел, это ничто, по сути, ну, то есть не имеет ни ценности, ни важности, ни значения, ни жизни, ни в себе, то есть, Адам был создан зависимым от Бога, ну, это нюансы, тому было бы неплохо посвятить вообще, ну, отдельное время, значит, разбор того, как вот Бог действительно творил человека, творил и созидал, там много интересного, то есть, его суть была перстная, а материал, из которого он был сделан, он был сделан из земли, перстная, это значит, вот действительно, не имеющий в себе ничего, ну, то есть, никакой самодостаточности, без Бога человек ничто, и Ишуа говорит, без меня не можете ничего, значит, но, когда мы рождаемся свыше, значит, Бог дарит нам Духа своего, Святого, благодаря которому действительно мы можем уже творить дела Божьи, и это уже совершенно другой уровень, то есть, вот смотрите, значит, когда Бог создал человека, вот первого человека, он создал его из неодухотворенной материи, Ева, она была создана из ребра Адама, а извините, Адам уже представлял из себя одухотворенную материю, плюс ко всему человека первого Бог слепил, а это, ну, как бы, если мы лепим, то внутри структура однородная, понимаете, значит, а если что-то сконструировано, как написано про Еву, то есть, другими словами, Бог взял часть человека и начал, ну, грубо говоря, вот он взял, как разложил на атомы, из атомов создал разные элементы, эти элементы собрал до кучи, установил какие-то внутренние взаимосвязи, понимаете, ну, вот смотрите, кто-то, вот, ну, у кого есть мобильник, да, это, ну, действительно уникальное творение, да, человеческое, ну, много функций, полезных, интересных, классных, но по сути, вот этот мобильник по своему химическому составу ничем не отличается от того, что у нас под ногами, когда мы ходим по земле, понимаете, о чем я говорю? То есть, вот взять комок земли и взять мобильник и поставить рядом, мы можем сказать, что по сути своей это одно и то же, потому что химический состав одинаковый, но этот слеплен кусок, а вот этот сконструирован, понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть, это вот для наглядности, насколько женщина сложнее устроена, чем мужчина, поэтому мужчины не могут понять женщин очень часто, только если дух Божий действительно дает вот эти ключи к сердцу, понимание. Вот так вот. Значит, и смотрите, возвращаясь опять к нашей теме, мы нуждаемся в водительстве Божьем для того, чтобы понимать пророчества. Значит, если мы эти пророчества не знаем, не понимаем, то мы не можем претендовать вообще на какое бы то ни было знание, на какое-то понимание ситуации, то есть, действительно, мы ходим как во тьме. Значит, смотрите, притча 29 глава, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Притча 29, 18. То есть, когда у нас есть откровение свыше, мы можем его исследовать, мы можем это принять как руководство к действию, как написано «соблюдающий закон блаженный». Мы будем блаженны в своем действии и в своем уповании. Значит, вот «Плач Еремии» 1 глава, 9 стих. Это про Израиля. «На Подоле у него нечистота, но он не помышлял о будущности своей и поэтому необыкновенно унизился и нет у него утешителя. Возри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился». И вот теперь, если мы вот это вот пророчество, которое осуществилось когда-то в истории Израиля сопоставим с тем местом из Луки, 19 глава, 42-43, то мы реально увидим связь. «И сказал, о, если бы и ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут от тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят тебя камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения своего». То есть, видите, мы можем, изучая Писание, увидеть четкую взаимосвязь между знанием откровения, между исследованием пророчеств, попыткой понять, проникнуть в Божий план для народа Божьего исследования этому Божьему плану. Когда мы следуем, мы действительно успешны, когда мы не следуем, мы обречены на погибель. То есть, в принципе, Бог для того и дал Писание своему народу, для того, чтобы народ знал время прихода своего Спасителя. Значит, но удивительный момент, насколько действительно Божья благодать здесь проявилась на все 100%. Значит, и при всем при этом Бог также знал, что народ частично примет, частично отвергнет. И вот та часть, которая отвергла, она послужила как раз-таки, ну, в принципе, хобби части Израиля послужили тому, чтобы была открыта дверь для язычников в Царство Божье. Я вот когда-то читал историю Йоханана бен Закхая. В принципе, он, можно сказать, является основателем раввинистического иудаизма, который мы видим сегодня, то есть иудаизма без храма. Значит, ну, вообще удивительно, как там все это сложилось. Значит, Йохананан бен Закхай был уважаемым учителем Торы в народе. Значит, и он находился в Иерусалиме, когда Иерусалим был уже оккупирован, ну, не оккупирован, а окружен войсками римлян. И на тот момент верующие в Ишуа, помня его пророчество об этих событиях, бежали и по большей части, ну, спаслись, естественно. Значит, а те, которые не верили в Ишуа, не принимали его слов серьезно, они остались в городе. Там было, ну, очень, вообще, это жестокое время такое, то есть, те, кто держали власть в городе в своих руках, они готовы были убить своих братьев, и сестер, если те приняли решение покинуть город, то есть, вплоть до того, что могли стрелять в спину убегающим. Значит, и вот Йоханан Бензакхай, он прекрасно понимал, что город будет разрушен, храм будет разрушен, все будет уничтожено, и как тогда дальше жить народу без всего этого, потому что храм, он как бы объединял, связывал народ воедино. Значит, и он понял, что только Тора, она может действительно сохранить единство народа. То есть, мы должны понимать, что это был еврей, который не принял мессианство Ишоа, но он переживал за свой народ, так же, как в свое время Павел переживал и говорил, что я готов быть даже от Христа, быть отлучен, чтобы только вот братья мои приняли Христа, да. Значит, и вот Йохананан Бензакхай договаривается со своими учениками, прикинуться мертвым, значит, чтобы ученики подошли, ну, пришли к руководителям восстания и попросили похоронить его по-человечески. Для этого необходимо вынести его за пределы города. И те дали добро, пошли на уступку, вот именно благодаря тому, что Йохананан Бензакхай был действительно авторитетным человеком в этих кругах. Значит, ученики вынесли его, Йохананан Бензакхай пришел к Веспасиану, там, воздал ему почести, возвестил ему будущее, сказал, назвал его императором, хотя тот еще императором не был. Значит, и Веспасиан сначала так немножечко к этому отнесся, как к лесте. Значит, ну, потом, как бы, ну, кому не нравится, когда ему льстят. Значит, короче говоря, он решил выслушать Йохананан Бензакхай и говорит, вот проси, что ты хочешь, зачем вообще вышел, пришел ко мне. Тот говорит, ну, разреши мне только одно, что вот в Яфо или вот в Йопии, как у нас на дальном переводе, организовать школу по изучению Тора и все. Больше его мне не надо. Ну, что тут такого? Ну, короче, он разрешил. Значит, и вот тогда вот образовалась эта академия по изучению Торы, народ потихонечку после разрушения храма туда начал стекаться. там произошел такой момент, когда вот храм разрушен, пришел очередной праздник трубного звука и спорили и спорили раввины между собою, можно ли трубить вне храма. Жертвы нет, жертвенника нет, как бы храма нет. и храма предложил, говорит, давайте мы сейчас не будем спорить на эту тему, а просто протрубим. А потом у нас будет время решать, насколько это соответствует Торе. Значит, ну, протрубили, значит, как бы прошли праздники, все, и раз, приходят те, которые были против, и говорят, ну что, давайте поразбираться. Он говорит, а что разбираться? Говорит, уже есть прецедент, все, как бы мы уже для народа власть. Ну, то есть, таким вот образом раввинами была узурпирована власть толкования Торы. Ну, то есть, если вы помните, блок в законе четко, в Торе дает четко, кто имеет право решать какие-то спорные вопросы. Это были священники, левиты и судьи, которые в те дни были, значит, в Иерусалиме. То есть, это весьма ограниченный круг людей. Значит, раввины, не имеющие отношения к этому кругу, не имеющие по праву происхождения, то есть, вот, чтобы вы понимали, священниками и левитами не могли стать кто угодно. Это человек становился священником и левитом именно по праву рождения. Значит, и раввины, узурпи, и вот именно вот эта категория людей имела право толковать Тору. Значит, у Бога были определенные требования к ним, там, если помните, есть такой момент, что священник, вот, перед тем, как он приступает к служению в храме или в скине, он не имел права принимать алкогольные напитки. Там сказано четко для чего, чтобы ты мог различать чистое и нечистое. То есть, были определенные требования к этим людям, но вот только эта категория людей имела власть от Бога толковать Тору, толковать Слово Божье и устанавливать законы для народа на основании Торы, потому что мы прекрасно понимаем, что в жизни мы нуждаемся не только в тех законах, которые прописаны в Писании, есть еще достаточно много моментов, которые требуют урегулирования, да, ну вот, к примеру, такой вот момент, как употребление алкогольных напитков. Писание разрешает это делать? Как нет? Где? Найдите, пожалуйста, мне это место. То есть, Ишуа пил вино, тем самым нарушал Тору. Почему ты не пил? Я тоже не знаю, Но Бог обращал к Назарею. К Назарею, да. К Назарею было четкое конкретное требование. Я прошу прощения, если это одна семья, то это не имеет отношения ко всему народу. Ну, если семье сказано. Нет, я думаю, что такие далеко идущие выводы вы не можете делать вот так вот. Ну, вы даже места не помните. Конечно, я не помню. Поищите, пожалуйста. На самом деле в Писании нет запретов. Более того, значит, одним из признаков лжепророчества является запрещение принимать в пищу и в питье то, что Бог сотворил. Ну, то есть никто не имеет права запретить есть и пить то, что Бог сотворил. Если Бог разрешил это есть и пить. говорит, что это наставление было о том, что вы не ваше но вообще Бог идет в эти слова, я считаю, что это хорошо. Хорошо, давайте мы прямо сейчас, не отходя от кассы, найдем это место. Вспомните, пожалуйста, какие-то ключевые места, чтобы я его нашел. ключевые слова вот этой вот фразы. вина и секера не пейте. Постойте. Сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 4 стих И покупай на серебро сие Всего, чего пожелает душа твоя Волов, овец, вина, секера И всего, чего потребует от тебя душа твоя И ешь там пред Господом, Богом твоим И веселись ты, и семейство твое Ну понимаю, что здесь написано Секундочку, давайте дальше поехали Откройте теперь, пожалуйста, судей 13 глава 4 стих Итак, берегись, не пей вина и секеры И не ешь ничего нечистого Это место? Нет, еще есть место Так, ну смотрите, здесь идет речь о конкретном человеке А не о всем народе Предыдущее высказывание, где сказано Ешь и пей Значит, говорится всему народу Поехали дальше Судьи, 13 глава, 7 стих Судьи, 13 глава, 7 стих Он сказал мне Вот ты зачинешь и родишь сына Итак, не пей вина и секеры И не ешь ничего нечистого Ибо младенец от самого чрева до смерти своей Будет на заре Божией Это тоже не то место? Нет, там было просто Ну, наверное, Алина поняла Какое-то место просто Да А где там было засвященство? И его дети тоже не пили вина Там тоже что-то такое Там было просто Там не священники Там была просто одна семья Которым отец заповедал Не пить, не сажать виноградников Жить в шатрах Но, извините, это одна семья Которую заповедал отец А не весь народ Которому заповедал Господь Нет, а потом, по-моему, еще Бог делал ссылку на эту семью Послушайте Бог никогда не запрещал пить вино или секеру Но всегда, всегда есть предостережение Не увлекаться и не злоупотреблять Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok